Ну вот название моего доклада, значит, доклад основан на серии работ совместно с Маклороновичем Альшанинским Андреем Михайловичем Левиным. И основное содержание будет состоять в том, что по данным квантовых R-матриц мы построим семейство классических интегрируемых систем. И вот в первой части я сначала скажу, какие квантовые R-матрицы имеются в виду. Во-первых, нужно сказать, что квантовая R-матрица — это решение уравнения, это квантовое уравнение Бакстера. Мы говорим о R-матрицах в фундаментальном представлении группы ЖЛН, то есть это означает, что R-матрица имеет вид 1-2, а работает вот эта штука. Указка? Вот такая вот какружка, она яркая. Вот имеет вид 1-2, то есть здесь вот, значит, Е и Ж — это стандартная база с матрицей ХНН, с единичкой на этом житом месте. Но вот это вот какие-то функции от Z-спектрального параметра и аж постоянной квантовой. Значит, на R-матрицу можно накладывать разные дополнительные свойства, нас будут интересовать два — это унитарность и антисимметричность. Вот здесь 2-1 и 1-2 — это, соответственно, номера тензорных компонентов. То есть 2-1 — это когда там Е-Ж и Е-КЛ в верхней формуле 1-2 менялись местами. Ну вот пример самый простой, наверное, или один из самых простых R-матриц, который всем условиям удовлетворяет, вышеприведенным. Это R-матрица Янг, которая используется при описании спиновой цепочки Езенверга. Оказывается, что эта же самая R-матрица удовлетворяет не только квантовому уравнению Янг-Бакстера, но и так называемому ассоциативному уравнению Янг-Бакстера, в который входит R-матрица, зависящая от двух разных параметров, двух разных постоянных кладок. И вообще говоря, классы решений у исходного Янга-Бакстера и ассоциативного совершенно разные. Но вот вместе с этими самыми двумя условиями оказывается, что если наложить вот эти два условия в недавность, антисимметричность, то можно показать, и это вот для нас важно и, так сказать, интересно, что тогда любое решение ассоциативного с этими двумя дополнительными условиями будет и решением исходного квантового уравнения Бакстера. Более того, на самом деле, R-матрица в этом случае будет удовлетворять такому аналогу уравнению Янг-Бакстера с двумя постоянными кладками. Видите, они тут вот так чередуются. Ну, при h, равном этом, это уравнение воспроизводит равнение Янг-Бакстера. Можно задать себе вопрос тогда. Вот мы имеем дело с квантовыми R-матрицами, а какой класс выделяется тем обстоятельствам, что она еще должна удовлетворять ассоциативное уравнение? Ну, вот, на самом деле, легко понять. Это даже просто рассмотрев случай N равно 1, когда R-матрица никакая не матрица, а просто скалярная функция. В этом случае исходное уравнение становится просто то же, потому что левая от правой части отличается перестановкой множества. А ассоциативное уравнение при этом 1,5 превращается в нетривиальное функциональное уравнение, которое вот здесь написано. И это уравнение имеет решение в виде функции Кронекера, вот здесь эллиптическое решение отношения ТЭТ-функции. ТЭТ-функции нечетные, с нулем в нуле. Ну и вот тригонометрический рациональный аналог этой функции тоже написан. То есть тем самым R-матрица, которыми мы интересуемся, это матричное обобщение функций Кронекера. И более того, вот легко увидеть, что разложение функций Кронекера похоже на классический предел квантовой R-матрицы. То есть в то время, как сама R-матрица является обобщением функций Кронекера, вот квантовая, тогда классическая R-матрица является обобщением так называемой первой функции Эйзенштейна, то есть логарифмически производительной функции. Ну и вот следующий член, как легко видит, тоже устроен аналогичным образом. Ну и вообще есть вот такая задача, чтобы обобщать тожественные эллиптические функции вот на такие вот, на коммутативный такой случай, значит, когда функция Кронекера это R-матрица, а функция Эйзенштейна это классический R-матриц. И тут вот я привожу ряд примеров, когда, как это происходит, вот, например, вот этот, вот эти два примера, наверное, самые простые, тут все очень похоже, практически один в один, важен только порядок, в котором расставлены со множества. Теперь о том, значит, а как же мы собираемся применять квантовые R-матрицы в классических системах. Во-первых, о каких системах идет речь. Речь идет о волчках Хейлера и Арнольда, они пишутся вот в таком виде, здесь S — это матрица N на N, матричные элементы S и G — это динамические переменные, G от S — лимийный функционал, физический смысл которого — это обратный тензор инерции. Что легко понять из случая N равно 2, когда эта система просто волчок Хейлера буквально. Вот, если написать разложение в Матрице в Пауле, то это вот уравнение записывается вот в таком виде. А, значит, в случае N больше 2, вообще, говоря, эта система даже не интегрированная, а интегрированная только при каких-то специальных G. И мы хотим понять, точнее, дать рецепт некоторой такого семейства вот этих G, при которых система интегрирует. Значит, интегрируемость будет пониматься в смысле существования пары ЛАКСа с спектральным параметром. Спектральный параметр вспомогательный, имеется в виду вот что. То, что вот мы хотим, чтобы наше уравнение движения было эквивалентно уравнению ЛАКСа с некоторой парой матрицы L и M, зависящей от динамических переменок и вот этого спектрального параметра, даже если на постспектральном параметре. И вот, оказывается, можно доказать, что если R-матрица квантовая удовлетворяет всем приведенным выше требованиям, в первую очередь, ассоциативным уравнением Янга-Бакстера, то существует такой вот простой рецепт. Берем, значит, разложение классической квантовой R-матрицы, смотрим вот на эти первые два нейтривиальные коэффициента и по ним строим матрицу L, матрицу M, и более того, по этой же матрице M, ее значение в нуле, можно вычислить вот этот вот обратный тензор инерции. И утверждается, что вот можно проверить это вычисление, что уравнение ЛАКС будет эквивалентным, значит, уравнению вот этого волчка вот с таким же. И у этого результата есть еще обобщение, когда здесь, смотрите, здесь вот в матрице ЛАКС участвовала классическая R-матрица, а есть обобщение, когда в матрице ЛАКС участвует прям квантовая R-матрица. Тогда появляется параметр деформации, который был раньше постоянный кванк, а теперь он на самом деле играет роль, ну, такой обратной скорости света, параметр релятивистской деформации. Значит, у... Андрей, какую бы R-матрицу мы не взяли, мы всегда вовсчет получили? Ну, нет, ну вот, какую бы R-матрицу не взяли, удовлетворяющую указанным способом. Да, да, да. Значит, у этой конструкции есть обобщение в разные интересные, вот и об одном я успею рассказать. Это так называемые некоммунитативные волчки, когда мы динамические переменные С и Ж, вот которые у нас были, заменяем на, ну, считаем их теперь некоммунитативными. Для простоты можно вот считать, что С и Ж теперь сами стали какими-то матрицами размера M на M. Это означает, а раньше они у нас были сгруппированы в матрицу S. Значит, теперь эта матрица S тогда должна перейти вот в такой объект, где матричные элементы сами по себе матрицы. При этом, значит, наш предыдущий рецепт состоял на самом деле вот в чем, что если вот была R-матрица, удовлетворяющая всем нужным свойствам, то по ней мы строили лакс вот таким образом. Теперь вот спрашивается, а какая R-матрица должна быть для того, чтобы построить некоммунитативное обобщение? Ну и вот ответ оказывается достаточно простым. Нужно взять вот R-матрицу из предыдущего случая, тензорную, умножить ее на оператор перестановки вот в этом вот дополнительном пространстве, в котором уже там вот эти самые матрицы живут, на матрице перестановки из этого пространства. Оказывается, что вот такая большая R-матрица тоже будет удовлетворять всему, и ассоциативному Ямгу-Бакстеру, и просто Ямгу-Бакстеру, и унитарности, и кососимметричности. И все это происходит, вот, даря свойствам просто операторов перестановки. Вот, например, здесь мы, поскольку просто тензорную умножить на перестановку, вот смотрим на Ямгу-Бакстера, если он выполнялся вот для этой R-матрицы, то вот, значит, вот в этих компонентах все тоже будет выполняться, поскольку в каждом слагаемом стоят одинаковые множители, это свойства матрицы перестановки. Ну и тем самым мы можем просто взять и получить аналогичным способом пару лакса, и вот здесь написано пример к уравнению движения имени коммутативного волчка. Ну и последние буквально полминуты. Есть еще очень любопытная такая вещь, что вот можно еще изучать симметрическую R-матрицу вот такого вида. У нее H и Z входят симметричным образом. При M равном 1, это воспроизводится на R-матрице, которую мы уже обсуждали, а при M равном 1, это она же, но у нее H и Z поменялись местами. Она тоже удовлетворяет ассоциативному Ямгу-Бакстеру и всем прочим свойствам, и оказывается, что замечательно любопытно, так сказать, поведение интегрируемой системы ей отвечающима. У нее матрица лакса будет теперь зависеть от двух параметров, которые входят почти симметричным образом. И любой из них можно выбрать в качестве спектрального, который вспомогательнее, который не участвует в уравнении движения, а второй будет параметром деформации входящего уравнения движения. То есть по одной матрице можно запустить два разных потока, два разных M-оператора, в одном из которых спектральным параметром будет Z, а в другой раз спектральным параметром будет H. А физически это отвечает такой двойственности, что в одном случае, ну, нужно взять, правда, эллиптический аналог вот этого объекта, в одном случае получим физически M квадрат GLM взаимодействующих, M квадрат GLN взаимодействующих волчков, а в другом, значит, наоборот, M квадрат GLM взаимодействующих волчков. Ну вот, пожалуй, все. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ